Добрый день, я Сачи Валентин Дихонович, проживаю в городе Борисоглевске в Армической области. Обращаюсь от себя лично и от лица своих коллег, так сказать, по несчастью. В связи с тем, что надзорный прокуроритель на уровне в Армической области, а именно прокуратура, трудовая инспекция и полиция, не исполняет возложенные на ней государственные обязанности, я вынужден обратиться в средства массовой информации для придания властности фактов, нарушающих наши права. Суть проблем заключается в том, что вот уже в течение года прокуратура, трудовая инспекция и полиция всеми способами старается скрыть факт выплаты нам заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом Мород нашим бывшим работодателем, директором охраны организации «Алекс» недосуг Сергеем Николаевичем. Дело дошло до подделок документов директором недосуг Сергеем Николаевичем, но надзорный прокуроритель на уровне не обращает на это внимания, несмотря на предоставленный нами в их распоряжении документ, который изобличает директор охраны организации во лжи. Второй вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, это допущенное нарушение судей Базаревского городского суда Румыниным Игорем Викторовичем. Заявление о нарушениях, допущенных судей, я делаю единолично, своего имени. Обстоятельства сложились таким образом, что я был вынужден обратиться в суд с жалобой о признании незаконными действия сотрудников полиции Базаревского отдела МВД. Нарушение, допущенное судьей, заключается в том, что в материалах дела отсутствуют два документа, поданных мной в суд, а также в том, что судья во внепророксуальном порядке в телефонном разговоре требовал от меня, писца по делу, забрать из суда ходатайство и вместе с прилагаемым к ним документами. Моя жалоба на судью в культурационную коллегию судей Варваровской области фактически оставлена без рассмотрения. Ту бумажку, которую прислали из ККС в качестве ответа, иначе как отпиской назвать нельзя. При таких обстоятельствах у меня есть вопрос, который я адресую президенту Российской Федерации Путина Владимир Владимирович. Если даже судебные инстанции последней надежды любого гражданина Российской Федерации без зазрения совесть попирает законы, куда еще обращаться людям? Спасибо!